Завод по производству компактных устройств распределения электроэнергии построен в столице Казахстана. Об этом стало известно во время визита Акима Нурсултана Алтая Кульгинова в Сеул. Городоначальник встретился с руководством компаний, в которой разработали технологию производства электротехнического оборудования. Строительство завода совместно с казахстанскими партнерами начнется уже в этом году, а первую продукцию выпустят в 2021 году. Оборудование планируют обеспечить города-миллионники Казахстана и стран СНГ. Также Алтай Кульгинов изучил обеспечение кибербезопасности южнокорейской столицы. В Сеульском центре контролируют компьютеры больше 70 государственных учреждений. Ежедневно на них совершают до 70 тысяч хакерских атак. Больше всего взломщиков интересуют центры обслуживания населения. Кроме того, Аким Нурсултана побывал в Сеульском кампульсе больших данных. Там анализируют всю информацию о мегаполисе. В частности, изучение работы такси, метро и автобусов помогло уменьшить время ожидания пассажирами общественного транспорта с 27 до 24 минут. Планируем 50 на 50 с обеих сторон. Будет полностью передача технологий. Это новейшая технология. Патенты были последние, модернизированы в 2013 и 2016 году. Можно в десятки раз уменьшать размеры наших подстанций. Мы будем выпускать продукцию, то есть общий вал, если считать валовым, ну в долларах, это на 37 миллионов долларов. Мы закроем потребности всего СНГ. За первую неделю 2020 года в Казахстане подорожали почти два десятка социально значимых продовольственных товаров. Заметнее всего, в цене выросла гречневая крупа почти на 1%. Подорожали яйца, рожки и творог, сливочное масло и лук. На картофель и морковь казахстанцы также стали тратить немного больше. Относительно заметно на 1% подешевел только рис. Напомним, согласно отчету Национального банка, именно продтовары продолжат вносить наибольший вклад в инфляцию по стране. В первую очередь это касается мяса, хлебобулочных изделий и круп, которые за год, как почитали аналитики, подорожали более чем на 13 и 15% соответственно. По прогнозам финансового регулятора, инфляция в республике будет сохраняться в пределах запланированного коридора в 4-6%. Повышение температуры на 2 градуса может привести к страшным последствиям. Об этом заявили армянские экологи на встрече с журналистами. На повестке дня – недавние пожары в Армении. Накануне горели леса как раз из-за теплой погоды. Она была выше нормы. То, что лес будет полыхать зимой, да еще и в северной части Армении, не ожидали даже экологи. Во время зимних пожаров в Армении горели 50 гектаров леса. Огонь быстро совместными усилиями потушили сотрудники МЧС, лесники и фермеры. Пожары зимой в Армении я вижу впервые. Это говорит о том, что климатические условия в мире действительно меняются. Масштабы были небольшие, но нужно менять отношения. И МЧС нужно усилить свои технические возможности. Если в Армении вдруг будет такой же пожар, как в Австралии, то это может привести к катастрофе. Крупные табачные компании, представленные на российском рынке, с октября 2019 года по январь 2020 года повысили розничные цены на свою продукцию. Эксперты поясняют, что с момента подачи производителям декларации об изменении цены, реально розничный ценник меняется через несколько месяцев. Иными словами, цена не меняется в один момент. Другими причинами подорожания сигарет аналитики считают эффект от повышения НДС до 20% в 2019 году и окончательный переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года. По информации реестра, минимальных и максимальных розничных цен на табачных изделиях ФНС в числе первых могут подняться цены на определенные линейки марок. Эксперты отмечают, что резкий рост цен на сигареты, повышающий рост доходов населения, может заставить потребителей перейти на контрафактную продукцию. В конце 2019 года исследование, проведенное Московской школой управления Сколково, показало, что курильщиков в России больше, чем в других странах. В ноябре прошлого года выяснилось, что россияне стали меньше покупать сигареты. При этом зафиксирован рост продаж стиков для систем нагревания табака. В Кыргызстане расширили программу господдержки семей с детьми дошкольного возраста. Теперь за частные детсады граждане платят только половину стоимости. Помогать семьям с оплатой частных детсадов в Кыргызстане решили из-за дефицита мест в государственных учреждениях. В каждая очередь по 100 человек. Группы переполнены вдвое. Частные заведения пошли навстречу. В среднем обучение стоит 100 долларов в месяц. Для многих кыргызстанцев сумма неподъемная. Поэтому Министерство образования предложило программу госзаказа. Сейчас по ней проходят 50 детей, часть из которых уже устроены. Всего впервые волну государству поможет тысячи семей, причем не только малообеспечено. Сейчас в порядке участвуют 9 столичных детсадов. Если практика окажется удачной, ее применят и в остальных областях страны. Пока же дошкольные учреждения открыты только на 40% территории Кыргызстана. Проект государственного заказа пока работает только в Бишкейке. Если он окажется эффективным, его запустят и в других городах Кыргызстана. Поднять свой туристический рейтинг, надеется Армения. В стране станет больше авианаправлений. 17 вместо 7. С 1 января в силу вступил закон об отмене налога на воздух для новых перевозчиков. Уже завтра отправятся первые прямые рейсы ирландской авиакомпании. Ереван-Рим, Ереван-Милан. Летом без пересадки можно будет долететь до столицы Армении в Берлин и Мюнхен. Наладят и авиасообщения между Мемингеном и Гюмри. До этого из Гюмри летали только в Россию. Билеты на лоукостеры бюджетной авиакомпании предлагают в среднем по 35 евро. В первое время рейсы будут дважды в неделю. Очень хорошо, если граждане Армении получат возможность посещать Европу прямыми рейсами и по доступной цене. Это также поможет развивать туризм. Надеемся, что поток желающих посетить нашу страну увеличится. Что, в свою очередь, скажется и на экономике. Собеседование с использованием искусственного интеллекта в Южной Корее все популярнее. Компании прибегают к этой технологии, чтобы обнаруживать плагиат в резюме, либо проверять, как кандидаты реагируют в разных ситуациях. Программа оценивает соискателей по 37 параметрам. Впрочем, южнокорейцы также становятся все более изобретательными в вопросе того, как проходить такие собеседования. Появляются целые учебные заведения, в которых учат, как себя вести. Некоторые студенты недовольны, что им придется потратить дополнительные средства только для того, чтобы научиться проходить интервью. В настоящее время около четверти из более 130 корпораций в стране используют, либо планируют использовать роботизированную систему найма персонала. Искусственный интеллект – это уже тренд. Также в Южной Корее есть и серьёзная проблема с трудоустройством молодёжи. Конкуренция очень высокая. Мы помогаем студентам успешно проходить собеседование с использованием искусственного интеллекта. Мэр Праги принял у себя делегацию из Тайваня, которую возглавил мэр Тайбэя. Столицы двух стран стали городами-побратимами, а также подписали соглашение о сотрудничестве. В прошлом году Прага разорвала подобное соглашение с Пекином. Города договорились кооперировать в сферах культуры, образования и туризма. В октябре прошлого года мэр Праги решил отменить договор с Пекином, поскольку соглашение требовало от Праги рассматривать Тайвань как часть Китая. Эта частично признанная республика отделилась от КНР после революции в 1949 году, когда власть Китая захватила Компартия. Пекин называет Тайвань своей мятежной провинцией. Он также нацелен на то, чтобы снова вернуть себе контроль над островом. Президент Чехии поддерживает более тесные связи с материковым Китаем, однако мэрия Праги придерживается совершенно другого курса. Так, однажды глава столицы отказался выполнять требования Пекина запретить тайваньскому чиновнику участвовать в конференции. Он также неоднократно критиковал намерение властей Чехии использовать оборудование китайской Huawei для создания сетей 5G. В Украине прошел пикет против незаконной вырубки лесов. Выразили свой протест активисты весьма необычно. Вырубили дрова у здания Гослесагентства Украины. Люди требуют остановить незаконную вырубку леса и наказать бандитов, избивающих защитников зеленых насаждений. По официальным данным, на протяжении 15 лет незаконно уничтожилось 130 тысяч гектаров лесной площади украинских Карпат. В последнее время участились случаи недопуска к проверкам и даже избиения инспекторов Государственной экологической службы Украины. По словам активистов, убытка из-за нарушений и препятствия работе специалистов уже составили около 800 тысяч долларов. Глава лесагентства Украины пообещал взять вопрос на личный контроль. Также он анонсировал онлайн-карту вырубки лесов. В ней будет отражена информация о всех плановых вырубках в лесных хозяйствах Украины. Вы через онлайн-аппликацию находите геолокацию и, соответственно, вы вокруг себя видите точки, где совершается вырубка официально. Там есть информация о лесорубных билетах, кто совершает, какой отдел и так далее. Если вы там этого не увидели, у меня просьба обратитесь в государственное предприятие. Если они вам не предоставили информацию, напишите письмо на территориальное управление с копией на Гослесагентство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова